ну что ребята пожалуй начнем первый файл с находки в общем михалыч михалыч здорово еще раз здесь вот дэн нашел 4 монеты одна из них серебряная и они с диманом уехали туда на поиске одного фундамента где в прошлый раз хорошо находки давал правда совета ну давал его знаете вот этот участок меня заинтересовал просто решил верховые причем смотрите его походу когда-то кто-то хотел пинуть сигнал был очень хороший и вот смотрите верховая ребята верховая верховая монета 3 копейки двадцать четвертый год я слегка видите слегка наверное лопатой и задел ики а так смотрите-ка вкус охрана ой хорошая монета ой 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 вообще зачетный гурт гладкий приятная монетка зачетная первая первая медь сегодня меня это радует пацаны здесь копают утра у них не особо интересно что выпало чуть позже покажу что они накопали здесь в мое отсутствие но фактом что вечером уже ребята я только подъехал время уже семь часов и я только подъехал через два часа будьте мне эти нужно на это это время найти фундамент на котором можно зацепиться тот что перспективы не дает но все же мы сегодня с кингом снова поля ребята уже убрали дома распаханные вот по полю правда на этом поле местный фермер гоняет копателей гоняет но его можно понять ладно с 1 меди у меня ребят с 1 меди пойдет и так ребят все что было до сегодняшнего момента вот для сегодняшнего я как бы не снимал было несколько монет шурфил он там он и решили на ночлег вот машина рядышком поставить и разработать фундамент ничего особенного ребят домовой ямы нету ничего нету михалыч щупом сейчас прозванивает прощупывает в принципе дом здесь вот но он и должен быть по теории потому что дом вот здесь и дом вот здесь между ними тоже но до так как того домовой яма нету но есть погребные по обе стороны и сейчас вот эту область мы наверное будем шурфить что из этого получится вы конечно увидите сам с нами д дэн здорово и всеми известный михалыч вот так что пока троем остальная бригада приедет завтра диман тольятти уехал вот так что распаковываемся и начинаем свой ночной шов что интересно будет обязательно вы увидите ну что ребят пополнение у нас время уже темно а камрад с девушкой приехал с девушка мы еще не познакомились вот в такую в темноту ребят при луне копаем вот видите да это луна это не фонарь и парни приезжают завтра основная масса приедет утром но я к чему у меня монета и монета приятно тем что это большая крупная монета 5 копеек 30 года приятно приятно идем дальше городцовское пиво приехала ребята сейчас сейчас пивко папы давайте познакомимся александр дать александр вот у нас тут раз александр 2 александр я 3 короче трио трио получается вот ну за знакомство да ну что ребят и пошла интересная сапу . вот она у нас с кингом такая сопутка это чистая латунь и возможно это у нас именно от подсвечника парни там ужин готовит на костре но мы что-то пытаемся найти ладно пока ничего интересного чё там кто-то кто-то свои свои все прекрасно ну что ребят шурфим втроем полумраке и вы знаете наконец-то достойная находка я его в руки брал если бы было бы обычная монета которые были до этого наверное штук пять двушки трешки это у нас серебро ребят серебро 15 копеек 25 год вот чем хороши советские фундаменты тем что здесь бывает очень часто серебро так что ладно не расстраивайтесь не огорчайтесь если у вас фундамент чисто советский может выпадать вот такие вот белые кругляшки зачетно зачетно и так ребята копаюсь с дэном говорю денису блин если в течение 10 минут находки не будет буду закругляться и пойти пойду спать и вы знаете только прозвучало это реплика и у у меня выпала монета может почаще возмущаться выпало 10 копеек 10 копеек так щитовичок да видите да какой год к сожалению не знаю но все равно наверно буду закругляться фундамент биты кем-то ранее копаной здесь вот это я уже собираю монеты которые просто камрад не уследил когда стенки подрезаю они осыпаются это означает что фундамент ранее кем-то шурфленый это вам на заметку а то что я сейчас здесь нашел просто камрад не углядел просто упустил ну ладно ребят ухты вон там такой зарево стольятти там говорят ливень лет и он в сторону ушел сначала был молнии были там а теперь здесь то есть мимо прошли ну и ветерок такой прохладники надеюсь нас не зальет если зальет то все чего какой замок ну к показывай железо она обычный советский на все деньги на ладно ребят ладно встретимся утром всем доброе утро начинаем второй день нас сегодня всего на всего пятеро но бригада основная скоро подъедет в общем ночью был жуткий дождь гром молния в общем хреново спали с кингом но по крайней мере без всяких эксцессов все что я вчера нашел я в основном не показывал получилось 15 монет но самое интересное сейчас вам продемонстрирую king у нас вчерашний ужин доедает вчерашний ужин который мы не доели с удовольствием уплетает по находкам ребята что интересное было трешка 24 двушка 13 года и так 30 затем трешки старого образца ну и всякий такой вот пятнашка 25 серебра вот остальные которые монеты были я вам как-то не показывали ничего интересного ранние поздние советики вот сейчас хочу попробовать этот фундамент и вон там он еще один что-то похожий щуп торчит сейчас щупом проверю если есть все будет нормально пацаны пока верховые что-то смотрят у нас девушка девочка татьяна на будет порядок в лагере мумица санек дэн в кустах михалыч сейчас обломок креста поднял вот так что ладно посмотрим что ребят бригада ух работает до двух приехал у нас во главе у нас вон во главе у нас диман поиск сокровищ на здорово и его вот команда бригада копает шурф в принципе шурф зачетный был более 100 монет здесь и они вон на камушке продолжают монетки собирать серебрушка здесь выскочила ну в основном здесь и советина чё там ну-ка расскажи крестик вот смотрите в прямом эфире прямом эфире средний мужской нательный 19 лет вот одна команда уехала но все равно у нас еще как бы машин тут предостаточно здесь даже вон лагерь разбили вот павел так что вот такой фундамент кучкуется они здесь собирают но меня интересует вот тоже на камрад который только что подъехал это у нас дмитрий данных мой модератор у меня на стримах и я ему вот несу подарок вот такой подарочек сейчас вам покажу что за подарок рустик тоже сегодня подъехал он один сегодня серёга с нами не будет это нас дима здорово всем дим я тебе вез подарок вот вез 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 и к сожалению довез с утратами дим вот тебе подарочек между прочим он выиграл у нас на стриме вот такие вот наконечники если наклеечка нужно наклеишь потому что у него вот на лобовом заднем видите тоже лопата с прибором надеюсь он ее наклеит вот ребят смотрите с утратами отклеился наконечник именно срезень вот и вот такие вот наконечники в интернете можете погуглить они в принципе дорогие мы смотрели вот еще один вот и блин видите блин я думаю у дима руки есть наконечники очень древние ребят это скифы скифы сармат и дарны булгары в общем наконечники особенно вот эти мы с вами как-то на стриме смотрели и вот такие большие наконечники они очень дорогие ребята очень дорогие вон отвалился но просто дорога здесь такая ребят пришлось потрясти и вот они были предназначены для перевозки вот в принципе вот так вот я долго ждал когда дмитрий со мной встретиться я им передам вот такие вот панно участвуем и возможно у вас когда-нибудь тоже появится вот такие шикарные просто музейные экспонаты ребят у димана теперь будет наверное музей далее да у меня теперь будет большой музей будем будут гости приходите и удивляться а диман говорит это ребята 8 9 век они будут не верить да почему будут будут красиво оформленные ребята это один из камрадов делал такие поножки вот так что в ближайшее время у нас тоже будет появляться шикарные предметы кстати ты тоже там четко мне какой-то подарок хотел до привез вот он ребят смотрите какой подарок сейчас вы увидите и просто охренеете да да смотрите какая ребята вещь это дим расскажи что это это топор то же самое сармата либо булгары найдены у нас здесь в самарской области лет 7 назад мне тогда был еще как бы дорог кое сделал но тут чуть-чуть его конечно надо это ну я наверно заплатили чуть-чуть поделать потому что он семь лет пролежал у меня вот решил ребят если вам любопытно дмитрий этот топорик предоставляет полот кот кот в мешке так что в ближайшее время в одном из котов наверно в большой потому что вещь очень шикарная экспонат вообще зачетный в большом мешке когда-нибудь он у нас появится так что ребят имейте ввиду донатим выигрываем побеждаем и экспонат у вас будет на стене очень вещь древняя 8 9 век у вас чуть там еще потащил да вот еще ребята вкусняшка смотрите монета рубль 1844 год эта монета ближайшее время тоже будет разыграна в одном из котов мешке будет изюминка так что имейте ввиду приятная монета приятная еще раз покажу смотри чищенные как есть класс ладно ну и давайте кто-то а андрей кузнецов ребят ну я тут не подстава ничего я не делаю андрей кузнецов у нас забирает рубль блин я очень сильно хотел такой рубль к себе в коллекцию монетка просто хорошая шикарная очень замечательная эта монета не с алиэкспресс ребята эта монета настоящая копанная вот так что я думаю каждый будет рад по и такой монетки итак ребят мы идем сейчас к пацанам которые шурфятся то есть там рустика михалыч аден и вы знаете сейчас я угарну сейчас над пацанами поприкалывался якобы на их шурфе я рубль поднял и они как бы такие оу-у-у реакция была конечно интересная я сейчас это сделаю на другом фундаменте и запечатлю ихнюю реакцию посмотрим как чего но я думаю будет очень весело когда скажу что это я его подложил так что ладно смотрим будет интересный сюжет да смотрим ребят смотрим вот он наш прошлый шурф здесь мы медаль подняли вот этот вот человек пришел опять опять пришел и опять собирается царей и не только не только так копеечка царская ухты это наверное трешечка царская ну а эту я над вам бы месси не показывал покажи нет давай тебя забанят тебя забанят а я мамаш интересно но он трофей ничего себе ухты ребята третий рейх это мазать надо будет как-нибудь за мою прикольно 3 монетки вот на таком вот маленьком но вот его 2 ну молодец красавчик чего я хочу сказать сейчас наверное попробую здесь вот тоже рядом с русиком ну мне нравится просто когда весел когда компания высокая так что давайте можно да разрешать разрешается это пиво чё с прошлого это с прошлого раза ёшкин кот класс ладно идем ребят русик дает на съемку две копейки 1880 какой-то но к сожалению с утратами не очень интересно но все же царь попозже определимся что это ладно пойдет ребят смотрите чё и дальше да ладно монета руб монета рубль монета рубль до 1844 берешь монатки свалить разворачиваешься и идешь туда откуда пришел по полю это прикинь сейчас дэн придет охереет вообще захран вообще бомба они все это сделаю исправлю этот рубль пойдет мешок к б по дэн вы знаете что там стоит нормально ну чё поздравляю я рассказал мне будет сегодня крупный серебро хахахаха поздравляю Кенг вот че надо искать че видишь вот это надо искать вот это надо искать вот это надо искать да пальчик нужно вот рустика пальчик и Михалыча выключай камеру я сейчас все скажу тебе хахаха отсюда уедет только один хахаха выключил один рубль один рубль уедет да хахаха не знаю закладной может быть да какой нахрен закладной может быть что делать да вон стоя вон железя как ковырял со мной что-то выпало тогда да 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 двадцать наверное чуть-чуть а мы посмотрим в конце видео сколько стоимость хотя вы уже наверно знаете класс вот так вот ребят находит подброшенные монеты ёпта да вы уже знаете все я вам хотел просто показать реакцию пацанов как они будут реагировать ну спокойно они отреагировали сейчас выключишь камеру я тебе скажу вот так вот ребята находят топовые блогеры вот такие шикарные находки и потом они говорят вау я нашел рубль настоящий а это подброшенные ребята у меня все честно на канале так что ребята вы все знаете все предисловия так что лада проведи отреагировали отреагировали ребята адекватно ребята да чистяк вообще да лада даже ребят я вот дождался дэна который шурфит вместе с нами он говорит что не охереет то что я нашел то тх да 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И я своего Кинга закрыл в машине Реагирует он неадекватно На такое Крупно-рогатое, здоровое Первый раз видит коровок И вы знаете, вот так вот выпала Царская монета Это сегодня уже Третья царь 1913 1913 Николай Пацаны там шурфят Моя бригада Михалыч Вторая бригада там А вон Девушка ходит Оля Ладно, продолжаем Кстати, продолжаем Смотрите Находки Ложка Вот эта пятнашка Именно за которой я зацепился Были два еще советика Пуговка Именно с этого шурфа Ладно А, кстати, в кармашке еще Вот она, еще одна красавица Так что ладно, продолжаем Итак, ребят Михалыч Нашел вот паспорт И что вы думаете С паспортом Конечно, данных тут нету Не найти Вот здесь вот были данные Сзади Это загранпаспорт Имеется выезд За границу Дата штамп Курумач 18 22.05.2009 год Ребят, в этом году Я еще На этом КПП Служил Я был еще В этом Офигеть УСА Охренеть Я, к сожалению Не помню 18 Под 18 Штампом Кто работал К сожалению Не помню Что за военнослужащий Охренеть Вот это, да На аэропорта Курумач 150 километров Ладно Продолжаем Уже вечереет Одна машина Уже уехала Что, нашел, Димча? Да Чего показывай? А2 Я даже не вижу Без очков Я же говорю Денежка Денежка? Ага 1855 год Денежка Вот кран Кран Охренеть Денежка Приятная монетка А2 Канинка Катруны Конинка Красивая Такая резная Это замочная скважда Походу А, щуп Мне кажется Конинка Оставите его И все Ты что, уезжаешь? Да Ты же говорил Я останусь Блин Я что-то посмотрел Тогда на Рустика Он пьет пиво Не пиво захотелось Пи 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 Ведро пива Блин Да Кенгуль А мы останемся Еще одну ночку Еще одну ночку Да Давай Сейчас покажу Что-то наковырял Нашел Ну что, ребят Сегодня У Дена Немного Вот такая вот Трешка Николаевская Копейка Николаевская Еще одна Копейка Николаевская Копеечка Копеечка Двадцатка Еще царская Ну царики есть Я скажу О, игровая царская Какая-то Не разглядеть Так, что здесь Пятачок Ну, в общем Ну да, так Неплохо, в принципе Вот это вот серебро Ребят Имеется проба Что за проба, да? Смотрел Ну, блядь Восемьдесят шестая Что ли, да? Или там какая-то Это запонка Ножечек 1856-й 1856-й А2 Ну Рустика там Стонет Так, это у нас Серебро 10 копеек Ай, блин, комары Зажрали В общем В общем Как-то вот так вот Ребят Не считал Сколько, да? Нет Ну, ребят Достаточно Наверное Монет 30 Здесь точно есть Ну, неплохо Неплохо Я вам скажу Неплохо Ну что, ребят Долгожданная находка Находка в виде Круглого Зелененького Я хочу сказать Вон Только что Это Диман Ой, Женька приехал Представляете Уже темно А он только приехал Всем привет Это тот фартовый Который поднял На прошлом копе Редкую Дорогую Монету Какую Вы, наверное, уже видали Кто следит Копеечка Две копейки 25-го была Сейчас у меня Монета выпала Николаевского образца Вот такая монета Уже копаем При фонарях До мальчика Мой, блин, устал Да Все, все, все Успокойся Итак, ребят Полномочия Я отдал Своему модератору Он мне помогает На стримах Ну и теперь Будет помогать Мне на шурфе То есть Я буду снимать Ребят Был сигнальчик Достаточно хороший Бодренький Пинпоинтер Отыскал Вот она Монетка Так Вот монетка Ребята Почему я ее Начал снимать Она, смотрите Какая желтая Желтая В этом месте Именно буквально Где-то Метров 200 Находили Ребята Золото Именно Николаевское И когда вот это Вот в темноте Появляется Именно смотрите Какая патина Какая она Блестящая Сердечко Начинает Ёкать Но это Всего-навсего Трешка 29-го Года Вот такая Вот зачетная Вот так Ребята Шурфим Продолжаем Находки Есть Смотрим Итак Ребят У нашего Фортового Женьки Советики Там было Ну что-то Интересное Я вам хочу Показать Были советы Ну Дай-ка Так Это у нас Что? Это Николай Второй Одна-вторая Год Наверное 1898 Наверное Это Самый Распространенный Год Ну Среди них Есть и Дорогие Экземпляры Есть Одна Кстати Да 90 90 Какой это Ребята Одна-вторая Копейки Прикольно Прикольно Маленькая Зачетная Маленькая Царская Монетка Вензеля Бодрые Ставим лайки Надо шурфить Вот второй шурф В этой жизни Первый Первый В жизни Был шикарен Откопал Думали царская Оказывается Что там Ну-ка Копейка Я уж хотел Офигеть Думал Да я вообще Охерей Если будет 25 Нет 24 24 Так Да 24 Хорош Тебе Это Не может быть Такого Чтобы Каждый Коп 25 Вытаскивать Да Может Судьба Копеечка 24 Ребята Ребята У меня Смотрите Какая засыпка Вы Охренеть У меня Одни Кости 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 Вообще Прям Кругом Кости Вот только Посмотрите У меня Кругом Ребят Кости Кругом 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 Кости Вообще Вот Куда Ни Глянь Идет Вот Такая Сопутка Керамика Керамика Так же Ой Керамика Вот Смотрите Какая Две Бутылочки Я вам Не заснял Вот Они Две Такие Красавицы Выпали Тоже Ажур Вот Такая Вот Посуда Идет Вообще Красивая Вообще Красивая Офигеть И вот Такая Тарелочка Не часто Такие Предметы Выкапываешь Вот Как-то Вот Ребята Кляшечки Зачетные Костей До Хрена Да Ладно Чисто Сигнальчик Посмотрим Ладно Итак Ребят Слышали Да До Этого Он Поднял Царскую Копеечку Я Не Снимал И Сейчас Говорит Сан Снимать Буш Онлайн 90 Четко Вообще Давай Выкапывай Причем Она Не Глубоко Сигнал Сейчас Рубль По Нему Номер Изменился Сигнал Нет Немал А У тебя Пин Есть Давай Пин Сверху Здесь Что-то Немаленько Ну Ёп ты Это Зажигалка Зажигалка Бензиновая Зажигалка Сразу По орнаменту Вижу Здесь Должен быть Центре Должен быть Цветочек Здесь Круги Лопаты А был Был бы Рубль Блядь Был бы Рубль Ты Бахерил Б Зажигалка А если Был бы Рубль Классно Мне нравится Бензиновая Зажигалка Здесь Два Штыря Советская Получается Ну Ранее Советская Классно Мне нравится Я доволен Да у меня Вообще Классная Находка Прикольная Сопутка Когда Сопутки Это Всегда Классно А у Меня Ребята Помимо Сопутки Вот Такой Вот Ни Хрена Монет Нет Сопутки Прибавляется Там Уже Хрен знает Сколько Стекла А Вот Монет Нет За Все Время Там Женька По-моему Четыре Монеты Поднял А я Ни Хрена Или Пять Уже Ладно Продолжаем Ребят Я взял Камеру И Иду К Жене Чтобы Ему Отвешать Люлей Я Вот Отсюда Ребята Вот Отсюда Копай Вон Туда Видите Где Лопата Торчит Ни Хрена Нет Монет Он Здесь Это Уже Надергал Хрен Знает Сколько Чуть 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 Вставай Сюда Вот Здесь Аху Классно Короче Смотрите Че Он Классно А Спереди Не Видно Чист Да Это Пол Копейки СССР Если 28 Будет Я Действительно Дам Леща Блин Ребят По моему 25 Если Не Ошибаюсь У него Двушка 25 Есть А теперь Пол Копейки 25 Ну Не Знаю Ребят Любая Она Может Убита Я Мечтал Супер Ставим Лайки Приносит Ай Комары Меня Ай Ай Комары Блин Прям В лысину В мою Седую Лысину Здесь У нас Сегодня Михалыч В Виде У нас Зрителя Диман Тоже Он Верховик Никогда Не Шурфит И Он Зритель Рустик Присоединился К нам Опять Что Ты У Меня Левая Послабее Нога Сейчас Сандали За За Что Закапывай Мы будем Археологами Не по Раскопкам А по Закопкам Ну Ка Сейчас Скажут Старые Глумятся Не Ну Не Он Извинел Не Он Заводит Прям Интересно Даже Даже Мне Уже Интересно Бывало Человеку Ты Сколько Копаешь Уже Диман 12 12 12 лет Даже Диман Стало Интересно Чего Там Ешь Ты Вая Просто Интересно Особенно Когда Ходишь Рядом Отдыхаешь И Смотришь Как Работают Другие На Старуху Тоже Слава Те Яйцам А то Я Ваш Но Ногу Приготовил Уже Ладно У того Опять Что-то Сигналит И Я Наконец Ребята Копаю Выбрасываю Туда Но Про Это Я Забыл Совсем И Решил Прозвонить И Что Вы Думаете На Прозвонки Ата Она Душка Царская Я Даже Год Наверное Сейчас Разгляжу Так Год Нет Год Не Разгляжу Наверное Ну Монета В бодром Сохране 15 1915 Год Николай Рустик Рустик У нас Копает А Диман Диман Прозванивает А куда деваться А куда деваться Рустик Любит Копать А Че Такого А Диман Любит По верхам Ходить Вот Вот Он И Ходит По верхам Дали У тебя Там Жень Что Сигнал Был Верхние Низы Шмурдяк Ладно Хорошо Ну Ребята Вот Такая Вот Приятная Монетка Тут У нас Небольшой Бардак Ребята Вискарь Тут За каждую Выкопанную Монету Ребята Вискарь Хреначит Ладно Копаем Дальше Александр Передал Бразды Правления Мне Поснимай Говорит Поснимай Залезли Вот В шуф К товарищу Сигналь У него Засвечивает Только Гвоздь Ну-ка Звони Еще Парни Все Копают При Фонариках Александр Куски Грунтер Рвет Дима Дима Покажи Это Куски Лампад Латунь 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 А это Вот От Лампад Скрученные В кольцо Скорее всего Ну и вообще Был какой-то церковный дом Потому что Смотри И вся Керамика Фонарик Да Может быть Фонарик Не засвечивает Грусь Грусь А это Молопат Народная Ладно Сигнальчик Будет Включимся Итак Ребята В общем Диман Ух ты Блин Диман Впервые Залез В шурф И смотрите Что он Откопал Да ладно Да он Сзади Даже С крепежом Охренеть Ну По окислу По окислу Видно Все таки Наверное Все таки Медь Да медь Наверное Они Серебряные Офигеть Вот и бомбанул Вот и бомбанул Шурф Думал Думал Да надумал А Дим Да вообще Ты прям Тока Зашел На шурф Ёпты Блин А сохран Какой Ё-моё Михалыч Вообще Расстроится Потому что Ты залез Туда Куда Он Закончил Не Я сбоку Залез Он В другую Сторон Копал Ай Какой Красавчик За За Отличную Стрельбу Это У нас Николай Ребята Вообще Бомба За первую Миновую Да Поздравляю Блин Круто Объявлено В приказе По Военному Ведомству Об установлении Особого Металлического Знака Для ношения На правой стороне Груди В поощрении Отличных Стрелков Всех частей Пехоты И кавалерии И для наружного Их отличия До 1909 года Имел Одну Степень Изготавливался Из бронзы И представлял Из себя Круглый Диск С рельефными Кругами В виде Мишени С надписью По окружности За отличную Стрельбу И двумя Скреченными Винтовками Наложенными На мишень На оборотной Стороне Знака Имелись Четыре Антабки Для крепления К одежде Чуть позже Их стало Две Высочайшим Повелением Николая Второго В 1909 Году Были введены Три степени Этого знака Знак За отличную Стрельбу Нижних щенов Имели Три степени Первая Высочайшая Степень Состоит Из вентилевого Изображения Имени Государя Императора С императорской Короной Наверху Окруженной Лентой С выпуклой Надписи За отличную Стрельбу Вторая Степень Состоит Из кружка Желтого Металла По размеру В 20 раз Меньше Круглой Мишени С двумя Перекрещенными На поверхности Его винтовки И с круглой Выпуклой Надписи Того же Цвета За отличную Стрельбу Третья Степень Младшая Состоит Из такого Же Кружка Но только Белого Металла И с такой Же Надписью Как у Второй Степени Знаком Награждались Нижние Чины Победившие Соревнования По стрельбе Лучшие По стрельбе На состязании В первый Раз Награждался Знаком За отличную Стрельбу Третьей Степени Во второй Раз Знаком Второй Степени В третий Раз Знаком Первой Степени Знак Положено Было носить На правой стороне Груди Каждая Степень Знака Присуждалась Только Один Раз Если Солдат Был Награжден Знаком Двух Или Трех Степеней Он Обязан Был Носить Все Эти Знаки Один Над Другим Количество Неизвестно Знак За отличную Стрельбу Из Винтовки Был Один Из Самых Массовых Знаков В Российской Империи В силу Этого Невозможно Даже Приблизительно Назвать Количество Изготовленных Знаков Знаки Отличались Видом Мишени Вариантами Винтовок Наиболее Ранние Варианты Изображались Винтовки Системы Бердана На более Поздних Винтовки Мосина Вот Такая Вот Интересная Находка Отыскалась В ночном Шурфе Ну а Сейчас Возвращаемся И Продолжаем Искать Желанные Находки А Они У нас Сегодня Еще Будут Приятного Вам Сандр Кричит Что он Красавчик Бегу К нему Ребята Я Действительно Красавчик Я Ходил Всякую Хрень Там Собирал Пацаны Серебро Тягает Медь Там Вообще Класс Все Такое Бачком Я Ходил Хрен Знать Че Собирал И Переместился В Судовод И Вот Смотрите Че Да Ладно Портретник Что Не Видно Саня Звезда Хренеть России Красава Вообще Огонь Смотрите Сохран 22 Сохран блестяшка как гайка на вот по три по на камер там поиграть хрустик и не туда рустик ушел рус я чемпион я бы сказал но камеры работаем конечно пух вообще огонь смотри какой красавчик и звезда ладно ребята отключаемся пока ждем следующих находок там у нас находку уже читом же рассказывай видно да ничего не подушка советская советская двушечка опять сверху понимаешь да они опять вот идут с отвала вот этого блин у меня экран бред от потевает прям махом только что протер блин уже потевает влажность повышенная прямо дышишь прям пар изо но нам жарко ладно продолжаем что ребят наконец у меня тоже находка но находку хочу вам показать то что это царская копеечка а год сейчас мы год с вами посмотрим нет не паспа что-то 80 1885 что ли до 1885 год вот такая копеечка темноте в мраке малыш у меня устал уже да кенгуль малыш он уже готов идти спать ладно продолжаем итак ребята у меня силы на исходе как никак я здесь уже третий день и вот хочу показать какие находки меня были вот такое количество советов я вам не демонстрирую их ну ничего серьезно пятнашки двадцатки двушки копеечки вот как то так работа кипит у нас пойдет пойдет и так ребята на этом я наверное закончу сегодняшний видеокоп именно этого видеоролика ночь была шикарная тем что находок было предостаточно фундамент взорвали классно в общем выстрелил зачетно какие находки поднял я не все не снимал так что завтра утром я вам продемонстрирую что отыскали в принципе самочувствие хорошие две ночи копаем но все равно я решил отдохнуть потому что завтра продолжим копать и завтра снова будут находки так что до завтра утром завтрак и снова на коп а пацаны продолжают потому что они приехали только к вечером сил у них полно я бы мог бы их поддержать но все-таки решил о здоровье подумать так что спокойной ночи пока итак ребята доброе утро морда у меня мятая погода шикарная красивые виды у нас комрады все встали за исключение женьки кенгуля кенгу ли он развлекается с рустиком сейчас телефон у него там ровно и отметки стоял как дырокол на телефоне доброе утро ребят вон тот вон кадр который он валяется кенгулька с ног сбил ладно пока он там с ним игрался утащил телефон на эту рустику и обдраковил ребята смотрите какая погода утро доброе утро доброе красота у нас все на ногах только женька сейчас спит сейчас на пунтик подойду посмотрим чем и ночью там натворили ну что ребят доброе утро ребят вчера ночью покопали на славу знатный оказался шурф я в начале шурфа говорил что он выстрелит и он реально выстрелила ребят несколькими находками цари совета не в счет вы знаете женька вчера приехал поздно я ему сразу предложил совместно покопать накопал классно я вам скажу с этого фундамента он больше всех монет выцепил но это не важно вчера немножко посидели пообщались оказывается знаете ребята многие мужики сваливают от своих жен по бабам ну да ребят грубо говоря на блядке а женек сваливает не по бабам он сваливает на коп да да ребят мы вчера узнали что женька сейчас находится на работе так и жена думает а на самом деле он здесь с нами с мужиками сейчас легкий завтрак монитос в прямом эфире а я вчера тоже блин знаешь вот там ковырялся что то начал вот так обходить и верховую орлянку достал а а вот верховую только что душечку поднял а я орляночку прямо здесь вот тоже поднял верховую так фундамент на слава чуть я не вижу что он от 4 таблиц работают вот эту прийти не они вот тут обломили и вот они вот эту часть всю короче вот этот угол удачу да них иначе да они вообще бездельничали а вот а вот диман впервые шурфит и он такую знатную зачетную такую находку поднял вчера ребята просто шедевр лагерь номер два смотрите вот вот один чувак вылез один друг пошел уже отливать вон третий требущит больно чего поздно как ребята у нас там все уже работают или а я но смотрите в не вставляет куб так что ладно ребята с находкой обязательно включусь ну и обещан находки которые сделали вчера ночью в частности только мной у пацанов еще больше ребят находок такое количество бутылок я вчера вам кое-как показывал в темноте весовая гиричка смотрите вот в качестве плашки вот такое большое количество очень ажурный красивые утвари вот смотрите по монетам получилось самое цинусное это конечно же полтинник ребят я орал тот лагерь даже проснулся как слышал я сейчас к ним ходил наш проснулись диман вообще чуть не провалился от когда я кричал на рустик тоже там что-то удивился так царская трешка так царская двушка еще одна копеечка царская двушка александра низкопрофильная так ну в принципе советов я вам не снимал была двадцатка не снимал 10 в общем все 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 что касается советина вот он это верховая ребят пуговка гирька которую и он недавно только что говорю его значит самое печальное то что смотрите вот эти обломки 1 обломок 2 обломок 3 обломок да поэтому вот обломку уже можете понять что это за обломки были вот например тоже сюжет это была створка от большого складе цепочка ложка огонь ножки я думаю серебро но нет это не ржавейка вот стекла было вообще найти бы хоть одну целую было было бы вообще кучела ладно ребята я до сих пор продолжаю завтракать так что вот такие чудесные находки у нас были ночью результат лучше чем у меня дневной вот так вот классно находки пацанов я вам покажу вот рустику такую фиговину откопала я нашел классно все зуби на месте вообще зачетно и вот ребят вот такой тоже силы сюжет был чайник у меня готов вот такой сюжет скорее всего лампадка вообще класс класс ребят откопали ночью прям шикарно ладно завтрак и так ребята первое первое сегодня утреннее серебро и и угадайте поднял кто но как конечно же татарин татарин это рустик поднял 15 копеек 25 года нормально серебруха с утра пораньше зачетную держи красавчик а я поковырялся там поковырялся здесь засыпка есть на находок нет так что будем искать находки и так ребят михалыч набрел на уголок где по бутылке вот такая бутылочка ребят просто прям даже ностальгия ностальгия бутылки идут идут теплашки его бутылочки вот такая интересно пепельница подкова внутри лошадь такая вот еще ретро находочка ладно продолжаем что ребят коп завершение и подходит у нас уже камрады собираются вот женя собрался и небольшой обзорчик того что он накопал вот этих монетам буквально прям одно за одно дергал и говорит как я ушел на боковую они нихрена ничего не подняли все что интересно это 1 2 копейки николаевского образца такая на 2 1898 да я был вчера прав когда говорил 98 по копейки 25 год неплохая думаю почистится будет классно так двушка копейка николаевский копейка 24 трешки 46 33 34 31 ну и двушки ничего интересного тоже нету как то вот так вот получилось я считаю что как бы когда он приехал поздно уже темно было и вот за ночь вот такое количество накопал я думаю неплохо ладно вот так вот евген у нас откопал но он к сожалению домой все ждем продолжение у нас он ребята еще не собираются наверное до вечера ну что ребята остались мы с михалычем вдвоем двое удалых и дмитрий один остался по верхам и вот так вот на лопате выпала монета вместе с вами будем смотреть что это за монета так это у нас трешка трешечка 1879 ну затертая но по крайней мере класс первый сигнал этот шурф закладывали первым днем михалыч хотя я до михалыч вам этот шурфик показал и михалыч с дэном здесь за шурфились и как вы видите хотя бы не видели здесь они достаточно много количества монет собрали дэн шурфил здесь смотреть как он там подкуп сделаешь и вот с этого вот участка он поднял 12 монет цари советы и вот у меня первое здесь монета и так ребята аська подала хороший сигнал я говорю михалычу либо крупное что-то железное либо сто процентов медная и вот смотрите крупненькая крупненькая это нас три копейки 24 вот такая красавица неплохой сохран зря наверно камушек сейчас только что от него 2 язвочка наверно быть а так в целом неплохая зачет ребята михалыч а вот такая звезда выпала я предполагаю что это накладка от сталинского значка с обратной стороны вот так вот если у вас есть варианты пишите возможно вы поможете а так в целом обычная находка не знаю что это ну а сейчас давайте ребята по традиции я вам расскажу то что попало мне в руки а попала достаточно интересная вещица но не редко это у нас знак после смерти ленина появилось большое количество траурных знаков большинство из них представлял флаг с изображением владимира ильича ленина и его годами жизни 1870 1924 год ульянов владимир ильич 1870 1924 год политические государственные деятель организатор кпсс основатель советского социалистического государства являлся одним из основателей российско социал-демократического рабочей партии в 1917 году руководил вооруженным восстанием в россии было большое количество разновидностей также выполнялись из серебра бронзы и латуни существует и разновидность с изображение мавзолея цена на траурные знаки стартует от трех тысяч и достигает 40 тысяч рублей за редкий экземпляр но это ребят не последняя находка которая связана с траурным знаком будет еще один подобный так что продолжаем смотреть интересный шов приятного вам просмотра ктихаре ребят кто 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 ух ты смотрите у меня у меня были сейчас две крупных монеты у михалыч а это это нет это это цариц полей офигеть офигеть блин не ожидал блин я здесь послушались класс сигнал такую звонки был хорошо ребят минут десять назад михалыч поднял двушку творится полей и вы знаете вот он тоже какая-то монетка не у меня обычная тысяча восемьсот девяносто пятый но тоже трешка 44 монеты подряд 4 монеты подряд крупные трешки двушки кинг прогоняет корона непонятно хорошая защита это нападение а то сейчас нас еще западает берегу 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 сейчас он будет свои врагами как-то доставьте пришел ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Огонь, огонь, огонь Это для сегодня самая лучшая пока находка Смотрите, эмаль, эмаль Сохранилась, правда Имеется трещинка небольшая Данная вещь очень интересна И информации по ней я не смог найти И вам рассказать, что же нам попалось в руки Не смогу Но кое-что я все же вам смогу пояснить и предположить. Но для начала хочу сказать, что данное изделие выполнено и разноцветного стекла. Фенифть. Фенифть – изготовление художественных произведений с помощью стекловидного порошка, эмали, на металлической подложке, вид прикладного искусства. Стеклянное покрытие является долговечным и не выцветает со временем. Это покрытие применяли на женских украшениях, посуде, в общем, для богатой выделки. Но в нашем случае что-то связано с церковью. И от чего именно предположить сложно. Это может быть нацельный образок, однопрестольного или наперстного креста, книги или даже от головного убора священника, митра. В общем, мне непонятно. Вот и хочу у вас спросить и попросить. Дать мне ответ, от чего это. Заранее спасибо. А сейчас смотрим дальше, что отыщется у нас на нашем шокфе. Приятного просмотра. Ребят, Аська подавала очень громкий сигнал. Ни хренася. Вот это, блин. Я таких вот здоровых, таких расплющенных первый раз вижу. Офигеть, смотрите, какой ешкин кот, блин. У тебя есть сегодня какой-нибудь крестик такой? Нет. Для сравнения. Блин, вот это крест. Офигеть, вы только посмотрите, какой кризис-то, блин. Офигеть. Вот для панноу, блин, разновидности крестов, это вообще шикарная вещица будет. Блин, класс, класс. Засыпки так таковой нету, блин. Всего на штык лопаты. Михалыч вот в этом эпицентре поднял большое количество советских монет. Но я не показываю пятнашки. В конце видео я покажу обзорчик. Так что вы увидите, ребят. Вот такой вот крест. Класс. Там он, камрад какой-то приехал еще. Вон он стоит. Семерка, по-моему, да. Ну, у меня аккумулятор на вздохе. Ладно. Ну что, ребят, подходит время к завершению. Мы сейчас тоже поедем умываться. Я там сделаю обзорчик того, чего я нашел сегодня. Михалыч тоже покажет. И вот Рустик уже торопится. Говорит, в Самару будут пробочки. И давайте вот по находкам, ребят, я пробегусь. Что у него тут интересное? Пятак 46-й. Пятак 48-й, по-моему. Вкусная пятнашка 28-го. Царики. Вот это неплохая. Копеечка. 1855-й год. Хорошая. Затем двушечка. В общем, как-то вот так вот. Получилось. Ну, неплохо. Сколько тут? Наверное, штук 30 монет. Такой-то гребень вообще зачетный. Кошмурдяку. Вот так. В общем, вот так вот. Неплохо отдохнули. Рустик сегодня тоже с находками. И это радует. Ладно. Рус, давай, пока. Счастливо. Ну, а сейчас, ребят, находки нашей легенды. Это Михалыч. Вы, наверное, его все знаете по прошлым видеосюжетам. Копает просто огонь. По находкам у него получилось... Ну, ребят, ну, обширно. У меня монеты, а вот у него прям разнообразие. Жалко вот такой утраченный крестик. Вообще огонь был бы, если бы целый. В общем, у него сегодня прям неплохо, неплохо. Колечко. С сердечком. Значечек. Блин, крутилка сгонила. Царя. У него немного. Блин, царь. В основном все советики. Вот. Вот, да? Сгонятый. Копечка 24. Ну, остальные советы, советы, советы. Вот, самое древнее, наверное. Девяльный. Есть, Михал, чем-нибудь экспонаты интересные прям? Все, они, кстати, поднимали пятнашку, тридцать, четвертую. Ладно, сейчас мы едем купаться, умываться. И там покажу свои находки. Ребята, вроде конец недели. То есть воскресенье заканчивается, вечер. Камрад приехал вон. Камрады приехали вон. Эта деревня, ребята, больше не пустует. Она была выбита, считалось. Но результаты говорят по-другому. Находки здесь есть. Итак, ребят, в общем, закончилась наша экспедиция. Копали мы, как и в прошлый раз, две ночи и три дня. Мы остались самые стойкие с Михалычем до последнего. Находки Михалыча я показывал. Но теперь находки остались за мной. Что я накопал за эти три дня. Находок, в принципе, получилось неплохо. Сейчас набрали водички. И, кстати, вот этот родник существует больше двухсот лет. Находки на склоне были классные. Здесь коровки ходят по склону. И находки в свое время здесь были даже большое количество катенных пятаков. Как вы знаете, на предыдущих выпусках я прям на склоне поднял Александровский пятак. Ну, ой, малыш, смотрите, что творит. Ну, ребенок есть ребенок. Сейчас умылись, набрали водички и в путь дорогу. Дорога длинная будет, долгая. В Самару будут пробки. Так что выезжаем пораньше. Время шестой час. Так что коп у нас удался. Есть вкусняшки. В частности, несколько вкусняшек имеется у меня. И сейчас вы их увидите. Так что приятного вам просмотра. И вытерите слюни. Ну что, по находкам, ребята. Первый день. Так, вот они, находки первого дня. Я приехал как бы с ночевкой. И это первый день вечерний и ночной. Все, что цинусное было, это первая верховая трешка 24-го года. Затем двушка царская. Пятнашка серебряная 25-й. Ну а остальное, как бы знаете, пятак 30-го. В общем, находки не особо. Только можно подметить две. Трешка 24-й и пятнашка 25-го. На второй день и вторая ночь. Здесь уже вкусняшки вкусные. Зацепился я за фундамент, который мы били всю ночь. Благодаря пятнашке. Вот этой вот, вроде бы как. И вот этой. Вот это, да. Зацепились на нем. Позвал пацанов. И все находки, которые я парней показывал, они выбиты в основном оттуда. Больше 100 монет с одного фундамента. Двушка низкопрофильная. Так, знаете, ну внешний вид более-менее. Но для этих монет это сохран хороший. Затем трешка 1903-й год. Двушка. Копеечка. И это, что касается царских. Вот еще одна двушка. Неплохая двушка. Неплохая. И самое бомбическое, что у нас было, это, конечно, вот это. Это, ребята, звезда. 1922 год. 50 копеек. РСФСР. Сохран. Огонь. Прям вообще шикардос. Монета. Почиститься будет бомба. Ну и последний день, ребята, который мы сейчас сделали. После ночи. Уставшие. Трешка. 24-го. Затем еще две трешки с одного фундамента. Ну и с этого же 3048 год. 5 копеек. Будет, наверное, бодренький. Ну и как-то чего-то. Вот так вот. На отсыпке. Кто-то пропустил. Вот такое количество получилось у меня 56 монет. Я считаю, что хороший результат. Общая кучка получается вот такая, ребята. Вы разве сможете накопать такое большое количество верховых монет, ребят? Нет. Только шурфы вам могут принести вот так вот. Это только у меня, ребят. Столько же монет и у парней, как вы видали на обзоре я делал. Так что имейте в виду, будущее за шурфами. На этом, ребята, и все. Надеюсь, вам понравились мои выходы. Не знаю, сколько получится частей. Думаю, три-три ночи. Вот, две ночи, да? Значит, будет три выпуска. И я надеюсь, вы оцените мои труды, старания, монтаж. Все стараюсь сделать для вас. Ну и, конечно, если ты первый раз появился у меня на канале, обязательно подписывайся. Буду рад новым зрителям. Общаюсь со всеми адекватными людьми, которые задают вопросы, связанные с копом. Отвечаю всем без исключения. Так что на этом и все, ребята. До новых встреч. Палец кверху. И до новых выходов.